Здравствуйте! Здравствуйте! Очень приятно вас видеть в преддверии 1 сентября. Говорят праздник. Не говорят, это ваш праздник профессиональный. Спасибо. Юрий Поляков приехал в 5-ю школу Анапы. Уже завтра это здание наполнится голосами сотен детей. Новый учебный год школьники должны встретить в безопасных и комфортных условиях. Ольга Дикая, директор школы, показывает Юрию Федоровичу столовую и пищеблог и рассказывает, что организацией питания школьников занимается сторонняя организация. Контроль за ее работой осуществляется руководством школы, а вот все расходы по содержанию персонала, уборке помещения несут сами предприниматели. Упыть опыт Ольги Петровны, смотреть, может его надо будет. Если это действительно внимательно посмотреть, лучше послушать ее, она расскажет. Если это действительно лучше, может быть надо потихонечку внедрять. Мы зарплату не платим, и они сами зарабатывают. Во всех классах провели косметический ремонт. Педагоги наводят лоск перед днем знаний и обсуждают учебную программу. В этом году к трем казачьим классам в пятой школе добавится еще один. Буквально вчера новичков посвящали в казачата. Учителя уверены, эта инициатива малышам только на пользу. Вообще что-то меняется, допустим, а в казачьем классе есть какие-то дисциплины другие, которые дают им понимание, кроме формы? Ну, я вам скажу, образовательная программа та же, а воспитательная, конечно. Там есть такая внеурочная деятельность у нас. Это внеурочная деятельность, это сам ход воспитательной работы, рабочая программа пришла на этот класс. Он включает в себя традиции изучения намного глубже, чем в тех классах. Духовность. Ну, это очень хорошо. Очень. Я хочу сказать, что эти опоручения дал губернатор Вениамин Иванович, нужно это делать. В отремонтированном спортзале осталось отмыть пол и стены, навести общий порядок. Это сделают быстро, уверяет директор. В межсезонье этот зал не используется. Уроки физкультуры проходят на свежем воздухе. В этом году школе подарили волейбольную площадку. Исполняющий обязанности главы Анапы оценил созданные условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме входной группы в школе оборудован специальный лифт. Очень хорошо сделано. Это по программе? По программе, да. Это программа «Доступная среда». Это не в одной школе мы сделали, там и генеральные деньги. Еще 8 городских и сельских школ получили в этом году в общей сложности 15 миллионов рублей на реализацию мероприятий муниципальной программы «Доступная среда». После осмотра школы пришло время для встречи с директорами городских и сельских учебных заведений. Юрий Поляков поздравил педагогов с наступающим праздником. Выслушал вопросы аудитории и дал понять, что проблемы отрасли ему не безразличны.